Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о формировании инвестиционных портфелей. Сегодня про мышление. Сегодня такая актуальная тема, каким образом гасить кредиты. На самом деле очень много информации есть в YouTube. Я опять же делюсь своим собственным мнением, как бы я это поступил и как я лично для себя это делал. Обязательно досмотрите видео до конца. В заключении скажу лайфхаки, которые добавились после того, как мной уже были погашены кредиты, но как я это делаю в качестве, я не знаю, советов своим родным и близким. Есть некоторые элементы, связанные с тем, что порою кредит выгоднее оставить, нежели чем его непосредственно погасить. Итак, каким образом стоит гасить кредиты? То есть, во-первых, нужно сделать ревизию, то есть собрать все свои обязательства. Обязательства разбиты на краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным обязательствам относятся кредитные карточки различного рода, овердрафты по обычным дебетовым карточкам и какие-то краткосрочные потребительские кредиты на 1, 2, 3, 5 лет. То есть, во-первых, вы делаете некий такой список в контексте наименования кредита, банк, сумма, сколько взяли, сумма, сколько осталось, и ежемесячный платеж, и процентная ставка. То есть, просто составление этой простой картины вам показывает, в принципе, на чем стоит работать. Когда внесли краткосрочные и долгосрочные, то есть, еще раз, к долгосрочным это преимущественно относится ипотеки и автокредиты на срок более 5 лет, это долгосрочные кредиты. Все, что до 5 лет, можно назвать, в принципе, краткосрочными обязательствами. Потому что практика показывает, краткосрочные обязательства, как правило, они более дорогие, там более высокая процентная ставка, более высокоэффективная процентная ставка, и составьте список всех полученных кредитов. Это первое, что нужно сделать. Второе, чтобы, опять-таки, я в этой ситуации сделал, выбрал бы самые дорогие кредиты. То есть, если у вас кредит в... Ну, то есть, что значит самые дорогие кредиты? Это ставка по кредитам как минимум в два раза больше, ставки рефинансирования Центрального банка. И градация от самых дорогих к самым дешевым. То есть, вы берете, находите самые дорогие кредиты, потому что здесь вы выплачиваете банку самую большую сумму, то есть, самую крупную сумму процентов. То есть, то, что должно уйти от вас, уйти от вашего денежного потока в пользу банков. И первым делом, то есть, что нужно, это разработать план, каким образом вы гасите дорогостоящие кредиты. Второе, что здесь можно сделать, объединить самые дорогие кредиты в единый кредит. То есть, если у вас есть уже кредиты, если у вас есть стабильная кредитная история, вы не нарушаете платежей, то в этом случае банк может сделать запрос в бюро кредитных историй. Для чего это необходимо? Для того, чтобы понимать уровень своего кредитного рейтинга, насколько вы надежный заемщик, потому что надежным заемщиком все банки обращаются в эти кредитные бюро, и, соответственно, делают предложение. Обращайтесь в кредитное бюро и после этого делайте рефинансирование своих дорогих кредитов. То есть, можно взять потребительский кредит на 5, 6, 7 лет. И целью здесь основной является снижение ежемесячного платежа. То есть, абсолютная сумма денег, которые вы отдаете по кредиту, должна быть уменьшена. То есть, количество денег, которое вы платите в месяц, должно стать меньше, чем вы платите в настоящий момент. При этом очень важно то, что тот объем обязательств, который вы имеете в настоящий момент, вы его по-прежнему погашаете. То есть, у вас общий объем платежей по кредитам составляет 30 тысяч рублей в месяц. Соответственно, вы берете эти кредиты, объединяете в единый, оставляете запрос на кредит, вам рассчитывают и говорят, у вас будет ежемесячный платеж на 20 тысяч рублей. Плюс, там наверняка будет такая история, связанная с тем, что процентная ставка будет ниже, а у вас будет еще включен договор страхования. И с учетом вот этого договора страхования, получается, вы будете платить 20 тысяч рублей в месяц. При этом, это не значит, что мы эти 10 тысяч должны направить на инвестиции или еще куда-то. В идеале, ложить на подушку финансовой безопасности, но вот эта сумма, которая была 30, вы ее по-прежнему гасите. То есть, вы по-прежнему 30 тысяч, как платили до этого один год, вы продолжаете 30 тысяч платить. Дорогие кредиты, долгосрочные, плюс кредитные карты, погашаются рефинансируемым кредитом. Если у вас есть какой-то потребительский кредит, в который вы платите уже 3 года, взятый на 4 года или на 5 лет, там будет выходить таким образом, что вы уже гасите 70% вашего платежа, идет на погашение тела кредита, а не процент. Стандартный 5-летний кредит с аннуитетным платежом в первые 2,5-3 года более 70% платежа составляют проценты банку. Напишите в комментариях, так ли на самом деле, что когда вы взяли какой-то потребительский кредит, проходит 2,5-3 года, и этот же банк, который выдал вам кредит, предлагает вам новый кредит. И даже больше, чем вы непосредственно платите. Почему такое происходит? Потому что в аннуитетных платежах абсолютное большинство потребительских кредитов, которые выдаются российскими банками, они предполагают аннуитетный платеж. То есть это равными частями. При этом в аннуитетном платеже получается половину срока кредита платятся проценты. И лишь немножко платится тело кредита. Когда дифференцированный платеж, сумма платежа по телу кредита, она равная. То есть она не меньше процентов, она равная. Процентов просто больше. И получается в дифференцированном платеже вначале тяжело, потому что ежемесячный платеж большой, а в дальнейшем он снижается. В аннуитетном платеже легче вроде бы как, но банки зарабатывают на этом больше. Поэтому просто к чему я это сказал, чтобы вы знали, как устроены кредитные продукты в настоящий момент в банках. И первым делом, что нужно, это как раз-таки смотреть, сколько у вас по времени кредит и какова структура платежа. Потому что вы можете зайти в личный кабинет и посмотреть, сколько денег уходит на проценты и сколько денег уходит на погашение тела кредита. То есть для нас важно консолидировать самые дорогие кредиты в единый кредит, который дешевле гасить срок, то есть раньше закрыть, или гасить сумму. Но мое личное мнение заключается в том, что лучше гасить срок. Это всегда альтернатива. То есть вы должны понимать, что деньги, они приходят взамен чего-то. То есть это некое средство платежа. Когда вы гасите кредит, деньги, которые вы берете на погашение кредита, получаются взамен продажи вашего времени. То есть абсолютное большинство людей получают заработную плату за работу. И в этом случае получается, что вы свое собственное время тратите на том, чтобы заработать деньги, чтобы заплатить банку. Причем банк никакой ценности не создает потребительской. Вы сами себя наказали, вы, оформив кредит, по сути, взяли в долг свое собственное время, чтобы потребить это непосредственно сейчас. И поэтому, чем раньше вы выйдете на свободу, чем раньше у вас будет свободный денежный поток, вы избавитесь от кредитов. На мой взгляд, для меня это в наибольшем приоритете. Чем раньше у меня будет свобода распоряжения своим временем, тем лучше и тем круче непосредственно. Есть кредиты, взятые на потребление. Есть кредиты, которые берутся на развитие производства. То есть, многие бизнесы, они основаны на том, что маржинальность позволяет брать и обслуживать кредит, в целом увеличивая рентабельность бизнеса. И здесь просто нужно понимать рентабельность вашего бизнеса, для чего он работает. То есть, если человек купил автомобиль для того, чтобы не ездить на метро, а ездить самостоятельно на работу, платить платные парковки, оплачивать штрафы, просто чтобы комфортно передвигаться, это одно дело. Если человек, допустим, купил автомобиль и сдал его в аренду в такси, то для него это, по сути, да, у него есть кредит, но денежный поток, который он получает от арендных платежей с этой машины, он перекрывает стоимость обслуживания кредита и дополнительно несет деньги ему в карман. И в этом случае тоже нужно понимать, для чего непосредственно это сделано. Про то, стоит ли покупать автомобиль, мы еще отдельно поговорим на канале, поэтому обязательно подпишитесь на канал, щелкните на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. В ближайшее время обязательно поговорим про автомобиль. Резюмируя, что можно сказать, что все зависит от направления денежных средств, то есть для чего вы покупаете. Вообще все развитие инвесторского мышления, оно в первую очередь связано с ростом производительности, то есть сколько вы создаете ценности за единицу времени. Одно дело, вы можете создавать ценность для себя, и только для себя, и для своей семьи. Другое, вы можете создавать ценность для других людей. И чем для большего количества людей вы создаете потребительской ценности, тем богаче вы непосредственно становитесь. И в этом случае, даже когда вы вкладываете деньги, они могут вкладываться опять. Вы можете создать потребительскую ценность для себя, купить новый телевизор плазменный или новый айфон. И все, то есть больше от этого никто особо не выигрывает. Второе, вы можете взять деньги на образование, на обучение в Сколково, пройти MBA, взять в кредит 150 тысяч евро, и получить определенное образование, которое позволит запустить собственный бизнес. То есть вы создаете для себя определенный социальный круг общения, приобретаете новые знания, навыки, умения, и соответственно создаете больше. То есть вопрос простого направления движения, то есть деньги, которые вы тратите, деньги, которые вы планируете потратить, они куда направляются? Они направляются для собственного потребления? Или оно направляется для того, чтобы вы за единицу времени могли создать больше потребительской ценности? Это очень простое разграничение. Каждый раз, когда вы совершаете покупку, тем более покупку совершаете в кредит, за кредитные деньги, на что вы тратите эти деньги? На развитие скиллов, знаний, или вы просто, вот вам хочется. Я за использование, допустим, в бизнесе, который рентабельнее, чем стоимость кредита. Я за использование на обучение, на развитие на свое собственное, для детей, против того, чтобы использовать деньги на кредит, который связан с потребительством. Вы должны понимать, что вы просто берете свое будущее время в залог для того, чтобы потреблять. И стоит ли это того? И еще, мы недавно на канале запустили целую серию видео, готовим его для вас, связанное с тем, каким образом можно утвоить активный доход. Поэтому могу призвать еще раз подписаться на канал, перейти вот сюда, вот по ссылочке, где указан отдельно этот плейлист. Мы говорим именно про увеличение активного дохода, за счет чего это происходит, как стоит изменить свое мышление. Думаю, будет очень полезно людям, которые сейчас есть проблемы с кредитом. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok